МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяны Молокова. Главные новости страны и Чуваши в материалах репортеров нашей программы. Смотрите сегодня. Какие организации работают в рамках закона, а какие пытаются его обойти? И что грозит нарушителям режима повышенной готовности в республике? Кто в поле хозяин? И что накрыли на стол работники сельского хозяйства после сбора урожая? Закон и порядок. От Петра Первого до сегодняшних дней прокуратура России готовится отметить 300-летний юбилей. Нерабочие дни – эффективная мера для того, чтобы остановить волну ковид-19. В таком режиме республика живет уже пять дней. Как к этому относятся жители Чебоксар и соблюдают ли указ, репортер Надежда Макашина продолжит. Хочется, чтобы у нас смертность была ниже и людей меньше болело. Переживаю за своих близких, за знакомых. Хочется, чтобы все были здоровы. Коллективный иммунитет – одна из причин введения локдауна на вынужденных выходных. В подобных условиях людям проще соблюдать самоизоляцию, но легко ли им ее переносить? Мы же не работаем. Все отлично, все нормально. В интернет-магазине работаю. Вот посетителей мало, не так много. Я не работаю официально, и мне хорошо. Удаленная работа рулит. Я не могу попасть, купить игрушки детям. Я не могу сходить спокойно в торговый центр, там что-то, обувь купить, например, или еще что-то. Мне некомфортно. Ну, магазины работают, все нормально. Сейчас трудности возникают не только с приобретением детских игрушек и обуви. Открыты продовольственные магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Масочный режим, журналы, термометрии сотрудников и дезинфекция помещения – основные моменты проверки выездной комиссии. Например, зоомагазинам официально работать разрешили только вчера. Сегодня их двери уже открыты. А значит, продуктами первой необходимости теперь обеспечены не только люди, но и братья наши меньшие. По итогам проверки зоомагазина зафиксированы нарушения. На некоторых сотрудниках отсутствуют маски, а в журналах нет актуальных записей. В остальных товарных помещениях существенных замечаний не выявлены. Магазины и заведения, не входящие в перечень необходимых для жизнедеятельности людей, в этот раз полностью закрыты. Максимум работают на приемку товара и доставку заказа непосредственно до клиента. Магазин закрыт, судя по всему. Было обследовано по итогам 12 различных заведений. Это как и касающихся торговли, показания бытовых услуг. Некоторые организации, будем говорить, расслабляются, забывают некоторые маску одеть. Кто-то пытается обслужить маски. Когда, получается, уже повторно приходим, то, соответственно, уже более ответственно относятся. Стараются соблюдать все-таки, не нарушать. И маски одевают, и журналы стараются заполнять, и нас узнают. То есть понимают, для чего мы пришли. Некоторые организации расслабляются так, что нарушают закон. На прямую линию главы пришло сообщение, что в одной из больниц республики продавали фальшивые сертификаты о вакцинации. Убедительно прошу не пользоваться поддельными сертификатами. Это, прежде всего, надо сказать, что незаконно. Те люди, которые вам их продают, они продают вам и вас подталкивают на преступление. И это преступление, к сожалению, не просто с вашей стороны будет нарушение закона. Это будет преступление, если вы вдруг заболеете, преступление против вас. Идя на такой отчаянный шаг, важно понимать, что за подобные махинации предусмотрена уголовная ответственность. За изготовление и продажу сертификатов от коронавирусной инфекции без соответствующей прививки предусмотрена уголовная ответственность в виде наказания сроком до двух лет лишения свободы. А за их приобретение и использование можно оказаться в местах, не столь отдаленных на срок до одного года. При попытке приобретения сертификата без соответствующей прививки через интернет можно просто-напросто стать жертвой мошенников. Деньги перечислить, а в ответ ничего не получить. Покупая поддельный сертификат можно стать жертвой мошенников. Деньги потерять и сертификат не получить. Сообщить о фактах продажи и использовании поддельных сертификатов и вакцинации можно по номеру 02 или 102. Надежда Макашина, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. По данным федерального оперативного штаба, сегодня диагноз COVID-19 поставили 178 жителям Чувашии. 159 выздоровели, 17 не справились с болезнью. Данные по смертности каждый день ошеломляют. Смириться с потерей близких нелегко. Каждый день врачи борются за жизни тех, кто лежит в красной зоне, в реанимации. Репортер Республики Татьяна Трофимова о том, насколько хрупка человеческая жизнь. Пока антипрививочники продолжают верить в придуманную теорию всемирного заговора, свежих могил на кладбищах с каждым днем становится все больше. КОНЕЦ Кого вы сегодня хороните? Мама. Привитая была? Или нельзя было перевиваться? Нельзя у нее работать. В понедельник утро люди человек 20-30 ждут у морга в Новочебоксарске, пока им выдадут тела умерших родственников. Все в масках. Защита от коронавируса скрывают и заплаканные лица. Потерять близких – большая трагедия, невосполнимая утрата. Похороны. Не пускают туда, в зал ритуальных услуг. Почему не пускают? Потому что коронавирус. Мы стоим на улице. У нас на накладнище прощание будет. Сегодня много хоронят. Вон сколько машин? За время пандемии в Чувашии только от коронавируса ушли из жизни 2779 человек, по данным на 1 ноября текущего года. В том числе за весь октябрь – 449. И это только те, для кого COVID-19 стал основной причиной смерти. Погибает каждый 14-й с положительным результатом ПЦР-теста. И ситуация ухудшается с каждым днем. В России за эти полтора года по той же причине не стало больше 239 тысяч человек. Планета с начала пандемии лишилась 5 миллионов человек. Это численность населения города Санкт-Петербург на минуточку. Цифры, способные напугать даже самых невпечатлительных. Коек в красных зонах больниц практически не осталось. Болеют все. Причем тяжело. И дети, и беременные, и молодые люди, и те, кто в серебряном возрасте. У нас в семье третий похорон за один месяц. Два брата моих и мама. В стационарах Чувашии сейчас лечатся больше 3000 человек. На кислородной поддержке 851 пациент. Крайне тяжелых – 83. По данным Минздрава, среди тех, кто в стационарах, всего 2% привитых. Всего в регионе приступили к вакцинации 423 тысячи людей. Сделали оба компонента почти 364 тысячи. Для коллективного иммунитета этого еще недостаточно. Необходимо привить еще столько же. От осознанности каждого зависит, как долго новый вирус будет побеждать человеческий разум. Ритуальные агентства, чтобы справиться с возросшим спросом на их услуги, работают без выходных и привлекают дополнительные силы. Мы работаем без выходных уже практически с прошлого года. Все необходимые товары для погребения мы заказываем практически каждый день, потому что обновление товара происходит у нас каждый день, поскольку продаем мы это все в течение дня. У меня близкие заболели, сейчас многие в больницах лежат. На самом деле очень пугающая обстановка. Очень много смертей народа, очень много умирает. Нынешняя волна, она намного сильнее, чем предыдущие две были. Сейчас даже производители гробов, венков, крестов просто не успевают. В морге очень большое количество тел. Очереди бывают даже, чтобы забронировать время похорон. Но иногда сейчас даже бывает такое, что и не справа... В плане того, что на третий день даже иногда бывает, не получается уже похоронить. Насколько хрупка человеческая жизнь, своя и близких, родных. К сожалению, многие понимают только в беде. А ведь можно задуматься сейчас, сегодня и сделать все возможное, чтобы уберечь себя и окружающих от такого врага, как коронавирус. До Нового года в Чувашии не снимут режим QR-кодов. Об этом глава региона Олег Николаев заявил в ходе прямой линии. Необходимость проверки сертификатов о вакцинации, результатов ПЦР-тестов и справок о перенесенном заболевании связана с ростом распространения COVID-19. Олег Николаев отметил, что количество вновь выявляемых инфицированных все же еще большое. Первые результаты объявленных в выходных дней показали, что ограничения были введены не зря. За несколько суток сократилось количество тяжелобольных, сократилось и количество звонков в скорую, и количество выездов в бригад. Репортер Республики Екатерина Шиверова внимательно слушала прямую линию главы Чувашии и готова рассказать об основных ее моментах. Сегодня мы находимся в режиме, когда количество вновь выявляемых людей достаточно большое. 178 человек погибло 17. За все время COVID-19 забрал жизни 2811 жителей Чувашии. Самая главная задача была и есть – это разорвать цепочку развития коронавируса и получить эффект ослабления нагрузки на систему здравоохранения. Во-первых, врачи у нас уже с вами полтора года не выходят из красных зон, ввиду того, что по всей Российской Федерации количество заболевших кратно возросло, увеличилось потребление не только лекарственных препаратов, но и кислорода, медицинского кислорода. Уже есть и позитивные результаты. Если еще в конце той недели от 120 до 130 человек находились на аппаратах ИВЛ, то вчера их было уже 92. Задача – закрепить позитивные тенденции. Это снижает количество людей, которые находятся на стационарном и амбулаторном лечении, особенно тех, кто тяжело переносит эту болезнь. Сегодня в больницах около 100 тысяч доз вакцины, из них примерно 80 тысяч – спутник ВИ. Задача – охватить вакцинирование, если в числах – это 720 тысяч человек. То есть первоначально у нас была плановая цифра – это 60%, это 560 тысяч человек было. То впоследствии, когда уже ученые пришли к выводу, что все-таки для более надежного коллективного иммунитета надо иметь большие показатели в активе 430 тысяч – это 55 с лишним процентов от плановых цифр мы на сегодняшний день привили населению. В Чуваши выявляется минимальное количество детей с положительным ПЦР-тестом. Смертельных случаев нет, отметил глава Чуваши. Он обнадежил школьников, что 8 ноября начнется вторая четверть как в школах, так и в учреждениях доп. образования. Длительные каникулы – радость для школьников, чего не скажешь о предпринимателях, однако для них есть специальная форма поддержки. Каждый субъект хозяйственной деятельности, субъект малого бизнеса должен оформить соответствующую декларацию на сайте Федеральной налоговой службы. И соответствующие расчеты будут произведены практически мгновенно. Ну и средства поступят на расчетный счет, если, конечно же, данная декларация пройдет необходимую проверку. Все формы налоговой поддержки и иной поддержки, которые распространили на этот год, уже продлены на следующий год для того, чтобы бизнес смог уверенно планировать свое развитие. Специалисты считают, следующая волна ожидается после Нового года, поэтому уже сейчас необходимо создать коллективный иммунитет. Екатерина Шеверова, Татьяна Трофимова, Бахтиар Вилеев, Республика. Будут ли продлены ограничения, пока неизвестно. Решение примут на ближайшем заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Чуваши в пятницу. 12 792 рубля размер выплаты на одного сотрудника за вынужденные выходные. Дополнительные условия предоставления субсидий за нерабочие дни предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства. Сроки подачи заявления на получение субсидий с 1 ноября по 15 декабря этого года. Чтобы претендовать на помощь коммерческие организации и индивидуальные предприниматели должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, либо в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 10 июля 2021 года. Компания или ИП по АКВ должны входить в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики в соответствии с правилами. Юрлицы не должны быть в процессе банкротства или ликвидации. А ИП не должен прекращать свой статус. Кроме того, нужно, чтобы бизнес не находился в списке ФНС на исключение из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Также не иметь по состоянию на 1 июля 2021 года задолженность более 3000 рублей с учетом имеющейся переплаты. Заявители самостоятельно могут проверить, соответствуют ли они установленным критериям на официальном сайте ФНС России. Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудие, взятничество и беззаконие. Такую задачу ставил Петр I, создавая российскую прокуратуру. С тех пор прошло почти 300 лет, но задача прокуратуры остается прежней – борьба с беззаконием. И несмотря на то, что юбилейная дата в начале следующего года, готовиться к празднику начали уже сейчас. Во Дворце культуры ЧГУ имени Ульянова прошла международная научно-практическая конференция. Репортер программы «Республика» Надежда Макашина разобралась в тонкостях юриспруденции. «Вот ок, мою, коим я буду все видеть» – это слова Петра I во время представления первого генерал-прокурора, графа Павла Ивановича Ягужинского. Он должен был следить за работой Сената и руководить органами прокуратуры. Почти 300 лет спустя у прокуроров та же главная функция – обеспечение соблюдения закона. Задача международной конференции – изучить историю направления работы, проанализировать и применить в жизни лучшие навыки. Для решения этих задач приехали видны юридические действия страны. Студенты перенимают опыт. Юридические факультеты организуют такие научно-практические конференции по наиболее актуальным проблемам юридической науки уже в шестой раз. Их результаты позволяют выявлять и нам, в том числе, молодых и талантливых специалистов, которые своими научными работами помогают решать правовые задачи сегодняшнего дня. Работа конференции проходила в трех секциях – в очном и заочном форматах. К работе подключились представители Белоруссии, Казахстана и даже Франции. Здесь и в это время, как никогда, прокуратура может показать свое истинное, действенное, позитивное лицо, как орган, необходимый обществу каждый день, каждую минуту. Итоги конференции прокуратуры Российской Федерации «Вектор развития и роль формирования демократического правового государства» подвели в этот же день. Научные статьи внесли в сборник публикаций. Его разошлют по основным библиотекам России и зарубежья. Голова Чуваши Олег Николаев поставил задачу выработать новые формы поддержки личных подсобных хозяйств. Об этом он сообщил на еженедельном совещании в Доме правительства. ЛПХ вносит почти 40% в валовые показатели сельскохозяйственной продукции, особенно по молоку и овощам. Необходимо найти эффективные формы их поддержки, в том числе через формирование кооперационных связей, кооперативов и иных форм объединения усилий. В настоящее время жителям республики, ведущим ЛПХ из республиканского бюджета, возмещается часть затрат на содержание коров. В этом году на эти цели предусмотрено свыше 170 миллионов рублей, перечислено почти 160 миллионов. Ставка субсидий при наличии одной коровы составляет 2400 рублей, двух коров 3400, трех и более 4400 рублей. В целом в 2021 году господдержка аграрного сектора с учетом комплексного развития сельских территорий составляет 3,6 миллиардов рублей с ростом на 9% к 2020 году. В том числе на финансовую помощь сельхозтоваропроизводителям запланировано 2,6 миллиардов рублей. В ближайшее время должны поступить средства на строительство животноводческих помещений, на возмещение затрат и на приобретение кормовля молочного крупного рогатого скота. Комментируя итоги уборочной кампании, Сергей Артамонов сообщил, что Чувашская республика по урожайности зерновых культур занимает четвертое место в ПФО. Завершена уборка зерновых и зернобобовых, картофеля, масличных и кормовых культур, а ее темпы превосходят прошлогодние. Эти люди обеспечивают продовольственную безопасность страны, работают в одной из самых главных отраслей экономики. Проще говоря, кормят нас. Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чуваши. Самые достойные получили государственные награды из рук главы республики Олега Николаева. С торжественной церемонии. Наш репортаж. Алена Садовникова, 32 года, печет хлеб. Каждый день ее руки замешивают тонны теста, чтобы потом из печи выходили вкусные и ароматные булочки, батоны, караваи. Не говорю, что легко, но работа есть работа. Когда душой работаешь, очень хорошо работа идет. Современное сельское хозяйство отличается от того, что было 30 и даже 10 лет назад. Новая техника, новые сорта сельхозкультур, новые породы животных и новые технологии. Все это облегчает работу на селе, а труженики видят эту заботу. Руководство республики, особенно министр сельскохозяйства, очень так старается и пониманием относится к труженикам сельскохозяйства. Иногда у нас бывает же, а село это ладно, вы выживете как-нибудь-то, а так нельзя. Тем более, чем больше урожайность, тем больше получение молока с каждой фуражной коровы труднее становится. Ребенок классу любит. Такие труженики сельскохозяйства и агрономы, и комбайнеры, и трактористы, и доярки, когда к ним обращаются, ну извините, по-человечески, они вдвойне приложат силы, чтобы лучше работать. О сельскохозяйстве и говорят, и не только словами, и делами, вот субсидии дают там на покупку тракторов, механизмов и так далее, оплачивают за счет бюджета, это очень здорово. Каждый собравшийся в зале лучше в коллективе. Каждый знает свою работу, от которой зависит успех всего хозяйства и всей отрасли. Михаил Никитин за 38 лет службы водителем в колхозе намотал уже 2 миллиона километров. Другой работы себе не представляет. Каждый день в боксары езжу за дробины, букет Чувашии, 3 часа стою, 4 уже тут, 5 часов уже на ферму провожу. Только такие верно преданные своему делу добивают успеха и вносят значительный вклад в развитие сельского хозяйства, отметил глава Чувашии, награждая лучших в отрасли. Сегодня здесь собрались те люди, которые, по мнению ваших коллег, по мнению коллективов, по мнению общественности, сделали наибольший вклад, проявили наибольшее усердие и тем самым за те годы, которые проработали в отрасли, на самом белой делают ощутимый вклад. Сельскохозяйственный год завершен. Он был непростым. Несмотря на жаркое лето, агрария Чувашии смогли собрать неплохой урожай. Но долгого отдыха у сельчан не будет. Скоро начнется подготовка к весенним полевым работам. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. Есть такая примета. Если отпраздновать День работников сельского хозяйства пышно и с размахом, жди следующим летом хорошего урожая. Сегодня праздник пышно и с размахом отмечают в Чувашии, в Театре оперы и балета. Сегодня собрались те, от кого зависит, что будет на наших столах. Репортер Республики Екатерина Никитко оценила свою продовольственную корзину. Без QR-кода на торжественную церемонию по случаю Дня работника сельского хозяйства не попасть. Ситуация такая, коронавирусная. К этому уже все привыкли. А привыкнуть к запаху копченой колбасы, пирожков, пышных булочек и сыра, которые производят предприятия Республики, не получится. Даже в свой праздник гостей встречают не одним накрытым столом. Действительно много чего сама попробовала. И все замечательно, все вкусно, все высокого качества. Даже с собой еще чуть-чуть унесу. Поэтому все, кто к этому причастны, это действительно такой праздник долгожданный. Праздник действительно долгожданный и масштабный. Сельское хозяйство – одна из главных отраслей экономики региона. День работника сельского хозяйства для региона – он один из, наверное, самых главных в году. Иногда даже главнее, чем Новый год и день рождения. Все-таки республика, и очень многие посвящают свое время сельскому хозяйству. Это наши сельские территории. Ну и, безусловно, это наши традиции и корни. В этом году агропромышленный комплекс испытал на себе двойной удар – пандемию и жаркое лето. В ряде районов урожай зерновых в этом году собрали меньше. Вместо прошлогодних 940 тысяч тонн, всего 540. Пострадали площади под картофелями и овощами. Урожайность снизилась на 19%. Совместные усилия работников сельского хозяйства, всесторонняя поддержка и опыт помогли справиться с трудностями. Чувашская продукция занимает призовые места на всероссийских и международных конкурсах, а на предприятиях идет процесс модернизации производства. Неудачи, риски, которые реализовываются в нашей жизни, такие как в этом году погодные условия, несомненно, они доставляют нам неудобства. Но, с другой стороны, они нам позволяют выявить слабые места, поработать над ними, нивелировать их и снова двигаться вперед к намеченным целям. Сегодня поздравляют и награждают тех, чье сердце принадлежит родной земле, чья нелегкая работа – пример для многих. Екатерина Никитко, Бахтияр Вилеев, Республика. 21-й год для сельского хозяйства выдался непростым. Повлиял не только коронавирус, но и засуха. На встрече с главой Чуваши, ветерана агропромышленного комплекса Республики, обсудили главные проблемы сельского хозяйства. Каждый из участников смог задать свой вопрос и внести предложение по их решению. Главная проблема, с которой сталкивается каждый муниципалитет – демографическая. Если быть точнее, то отток населения из села и нехватка молодых специалистов. Я полагаю, что вот этот престиж сельской профессии, престиж жизни населения, нужно всесторонне, начиная с родителей, школы, СМИ, воспитывать в сознании народа. Начать с воспитания, продолжить созданием условий. Продукция сельхозтоваропроизводителей Чуваши должна стоять на первом месте у покупателей. При этом качество должно соответствовать цене. Сознательная часть населения морально подавлена тем, что у них даже ту продукцию, которую они выращивают, не забирают. Она не востребована на рынке. А почему? Потому что процесс глобализации и развитие торговых сетей приучает уже наших людей потреблять ту продукцию, которая дешевле. Глава региона Олег Николаев внимательно выслушал все замечания и предложения. Многие вопросы были решены на встрече. Мы будем также развивать так называемые институты развития в целом отрасли. Это прежде всего те звенья, проводящие цепи, которые должны, с одной стороны, поддерживать товаропроизводителей высочки зелени сырья, также гарантировать стабильные цены для производителей конечной продукции. Ветераны отметили, что каждая такая встреча – это еще одна возможность быть услышанными. Анна Центовская, Павел Иритков, Республика. В рамках национального проекта устранения цифрового неравенства во все населенные пункты страны с численностью населения от 100 до 500 человек до 2030 года будет проведен высокоскоростной интернет и обеспечена стабильная мобильная связь. Минцифра России проводит народное голосование, которое позволит определить приоритет при выборе населенных пунктов и сформировать план на 2022 год. Проголосовать за свою деревню можно на портале госуслуг. Для этого необходимо быть зарегистрированным в том регионе, где находится выбранная деревня или село. По состоянию на 2 ноября в голосовании приняли участие 473 тысячи россиян. Из них только 5 тысяч – из Чувашии. Лидирует деревня Карабаши, Мариинско-Пасадского района и деревня Сархорн-Чебоксарского. Голосование продлится до 15 ноября. Список из 2000 деревень, которые подключат к мобильному интернету в 2022 году, будет опубликован 24 декабря. Представительница Чувашии, мастер спорта России Полина Андреева выиграла три золотые медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров, проходящего в эти дни в Грозном. Свои заслуженные награды подопечная заслуженного тренера России Геннадия Иванова завоевала в условиях острой конкуренции весовой категории до 49 килограммов. В двоеборье Полина Андреева победила с результатом 161 килограмм. Национальное телевидение Чувашии поздравляет всех телезрителей с наступающим днем народного единства. Мы также, как и вся страна, проведем эти дни дома и будем отмечать праздник в кругу семьи. Следующий выпуск программы «Республика» выйдет в понедельник, 8 ноября. Это главные новости Чувашии. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Далее полезная информация. А я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. Берегите себя и до свидания. Та самая камчатская рыба снова в Чебоксарах. Рыбные деликатесы холодного и горячего копчения, икра, белорыбица и чавыча ждут своих покупателей прямо в центре города. А потому что очень нравится. Рыбку хочется попробовать. Вкусная она и близко. Обслуживание в первую очередь. Очень порядочные. И продукты очень свежие, хорошие. Довольные. Пусть они чаще приезжают. Семья Ивановых о продукции из Камчатки знает не понаслышке. Когда-то Анатолий и Татьяна жили и работали на полуострове. Главное в рыбе – польза для здоровья, отмечают они. Поэтому закупаются сразу и побольше. Когда рыба Камчатки приезжает, мы стараемся закупиться впрок, так как икру можно хранить в мразильнике. Также и копченую рыбу можно, конечно, если хорошо упаковать. И чтоб до следующего раза нам хватило, мы вот так вот закупаем. В сезон гриппа и простуды организму нужна поддержка. О пользе рыбьего жира знают даже дети. Более 150 лет назад аптекарь из Норвегии доказал связь между здоровьем жителей прибрежных регионов и большим количеством рыбы в их рационе. Он стал первым, кто начал производить рыбий жир в медицинских целях и использовал его как лекарство. Сегодня омега-3 в виде капсулы доступен каждому. Однако важно найти действительно качественный источник. Рыбий жир здесь разбирают до последней баночки. Впрочем, как и другие новинки. У нас появилась новинка – икра чавычи. Конечно же, как без нее. Богата витаминами, минералами, микроэлементами. Омега-3. Прекрасное качество. Икорка бесподобная. Также у нас есть форель. Дикая мекижа. Прекрасная, сочная, нежная, жирная рыбка. Урал чавыча – это, значит, она, во-первых, дикая рыба, океанская. Значит, ну и витаминов полно. На сердце очень благоприятно влияет еще. Вот. Сердце, суставы. Ну, понемногу, хорошее хочется. Вот. Ну, советую всем рыбу чавычу. Чавычу, конечно, самая лучшая рыба. Более трех лет мы путешествуем по всей стране. Нас знают, ждут, любят, узнают. Просят, чтобы приехали почаще. Нашу продукцию ценят и знают. Мы находимся в Чебоксаре-Арена. Со вторника по четверг работаем с 10 до 7. Приходите за той самой камчатской рыбкой. Редактор субтитров А.Семкин